Всем привет! У нас уже вечер, мы сейчас возвращаемся из садика, стоим сейчас на переезде. Этот вечер я предлагаю провести вместе с нами. В этом видео расскажу вам всякие лайфхаки и мои методы, как же эффективно потратить это время перед сном. Кстати, замечу, что у нас довольно короткий вечер, и он где-то занимает часа три всего лишь. Но за это время можно довольно-таки много успеть. И вот мы уже оказались дома. Наша вечерняя рутина начинается с ужина. Здесь я, правда, во время приготовления подъедаю помело, которое ела в течение дня. Ну, прям очень вкусно! Ну и давайте уже приступим к разговору о том, что же нужно делать, чтобы ваш вечер прошел продуктивно. Лично для себя я выделила несколько пунктов. Мой обычный будний вечер должен включать такие аспекты, как общение с семьей, занятия с ребенком, легкая уборка, отдых и подготовка к следующему дню. Пунктов может показаться много, но все эти дела проходят в таком лайт-режиме, что особо не нагружает вечер, и не нужно будет бешено бегать по дому после целого дня. И давайте пробежимся по пунктам, что же именно я делаю в каждом из них. Во-первых, это общение с семьей. Это отлично удается при совместном ужине, но перед этим обязательно, пока я накрываю на стол, своему ребенку я даю немного времени побыть у себя в комнате, позаниматься какими-то своими делами. И за эти 20 минут он отдыхает от коллектива в садике, успевает даже поиграть с игрушками, по которым соскучился, смотрит мультики. Несколько раз я пыталась сразу посадить его за стол, чтобы выиграть время вечернее, но он прям просил несколько минут дать ему поиграть, и это навело меня на мысль, что ему необходимо это время для перезагрузки, так сказать. В этот вечер папа у нас работал, поэтому мы с ним вдвоем кушаем. Вот я тут подкалываю его сразу и дала ему масло, чтобы он все-таки уже учился сам намазывать себе хлеб. И после ужина мы с Тёмой на пару доедаем помело, и он ложками тут сметану тоже ест, ему нравится очень. А сейчас плавно переходим ко второму пункту эффективного вечера, это легкая уборка. Я делаю это сразу, как только закончился ужин, потому что, как ни крути, уборка это самое трудозатратное дело вечера. Сила уже на исходе, и хочется просто сесть на диван и залипнуть в телефон или телевизор. Уборка, кстати, не должна быть глобальная, это должно быть что-то легкое, быстрое, и что может визуально улучшить вид дома. На кухне у меня это уборка всей посуды в посудомойку. Что-то нужно помыть руками. Также нужно протереть обеденный стол, столешницу и плиту. Меламиновой губкой я прохожусь по раковине. Это, кстати, очень быстрый и легкий способ поддержания чистоты белой мойки. Но также меламиновая губка хорошо убирает убежавшие на плите, даже иногда лучше всяких средств. После меламиновой губки плиту вытираю сухой салфеткой, чтобы не было разводов. Еще протираю детский стул, на нем уж всегда можно найти крошки еды. И не уходя далеко от кухни, здесь я тоже разбираю горячую точку. Она у меня тут у хлебницы, очень много скапливается всяких левых вещей, которые на место не убирают. И плюс еще быстренько подметаю пол. Следующий пункт вечером, это занятие с ребенком. На неделе получается заниматься только вечером. Это, конечно, тяжело. Ребенок уставший, но ничего не поделать. Главное, кстати, в этом деле постоянство. И тогда ребенок привыкает и уже не сильно сопротивляется. А вот если мы пропускаем пару дней, то тут опять приходится с боем заставлять сесть позаниматься. На ежедневной основе мы сейчас проходим букварь и также обычные занятия математикой, развитие речи, общие развивающие занятия, логика. Для каждого раздела есть свой день недели. После занятий разгребаю уже горячие точки по всей квартире, потому что в приоритете у меня занятия и нужно успеть позаниматься, пока ребенок совсем не расслабился, ко сну. В коридоре горячая точка это то место, где у нас лежат шапки, шарфы, сумки. И когда все приходят домой, то хоть и бросают на место, но не очень аккуратно и создается хаос. Помимо всего этого, также в качестве подготовки к завтрашнему дню привожу обувь в порядок. Тема с прогулок в садике приходит жуть, как и грязный, хоть сразу в машинку стиральную его запихивать целиком. Но в течение недели не успевает все просохнуть и на помощь мне приходят влажные салфетки, быстро и более-менее чисто. Это работает как и на штанах, в которых он ходит по улице, так и на обуви. А уже на выходных стираю одежду обычным способом. Также еще периодически вытряхиваю коврик у двери. Как видите, песка значительно скапливается. Делаю это я около одного раза в неделю. Ну и вечером я обычно разбираю глаженное белье. Ну и главное, горячая точка всегда в квартире. Это детская. Сегодня у нас это лего. Будем сейчас убираться. Да, Тем, чуть-чуток? Уборка игрушек вечером это, конечно, необязательное дело. Бывает, что и нечего убирать. Но если запустить на пару дней, то скоро становится непонятно, почему опять полный разгром в детской. Стараюсь, кстати, его привлекать к уборке, чтобы мы делали все вместе. Но сегодня он был в процессе игры и много отвлекался, поэтому убирала в основном я. Да, и к тому же много он просил оставить, так как это нужно было ему сейчас для игры. Параллельно, кстати, я тут пытаюсь потихонечку разбирать один набор, выбирать его из этой кучи. Как видите, он все обратно сгребает. И это долгий процесс. И вообще какой-то круговорот лего в квартире. Потому что он сколько не играет в собранные наборы, а создает что-то сам, своими руками, что-то мастерит. И поэтому все детальки разлетаются из наборов. Ну, это максимум, что я могу сделать, потому что вдруг понадобилась воронка из разбросанного лего. В это все тоже он играет. Ну, так более или менее, в принципе. Следующий пункт для продуктивного вечера – это отдых и расслабление. Основная часть уже сделана дел. Теперь можно посвятить время себе. В плане отдыха может быть все, что угодно. Даже те же соцсети. Все, что вас успокаивает и расслабляет. В этот день я, кстати, решила сделать растяжку. Она быстрая, на 15 минут. Но в конце дня это, кстати, самое то. Не нужно прилагать особых усилий для упражнений. Но она хорошо расслабляет все мышцы. Субтитры сделал DimaTorzok Тут даже Тема подключился ко мне. Он прям любит за мной повторять все эти упражнения. Ну и подготовка к следующему дню не обходится без планирования. В течение дня возникают какие-то дела, которые нужно записать. Также сверяюсь с ежедневником, чтобы не забыть, что запланировано на завтра. Мне, кстати, больше подходит бумажный ежедневник. Я как-то люблю все это украшать, выписывать, наклеечки какие-то клеить. Это прям мое. Вот так вечер и подошел к концу. Перед сном я открываю все окна и проветриваю комнаты. А дальше мы уже идем умываться. Кстати, очень экономит время одновременно умываться. Я снимаю макияж, а Тема чистит зубы. Ну и последнее на сегодня такое хозяйственное дело. Это запустить посудомойку. Пользуюсь вот такими капсулами от Самат. В принципе, чистит неплохо. Но мне почему-то больше нравится Фейри. Он как-то лучше у него запах, нежели у этого Самата. У него прям как будто порошок там. И сегодня у меня посудомойка вся заполнена. Еще вот осталось блюдечко, которое Тема кушал. Грушу перед сном. И поэтому я сегодня поставлю самый длинный цикл. Который у меня авто. Вот он. Чтобы все хорошо отмылось. Тема у меня, кстати, засопливил. Поэтому у нас вечернюю рутину. Ну и вообще в течение следующих пары дней будет вот солнышко. Сейчас его нагреваю. Также у меня в арсенале вот физраствор закапываю и пеносол. В принципе, эти средства хорошо помогают и справляются с таким текущим насморком в течение двух дней. У нас, кстати, сегодня пятница. И если бы был обычный будний день, то мы бы еще собирались в садик. Сумку собирали бы там с инсулином и всем прочим. Также еще одежду собирали на завтра. Чтобы с утра не искать уже все это. Тема тут подсел на лабиринты. Сегодня уже раз в десятый проходит этот лабиринт. Ну и, конечно же, перед сном у нас сказка. Эта книжка у нас из библиотеки. Кстати, у нас библиотеки закрыли до какого-то особого распоряжения. Видимо, из-за того, что у нас красная зона в городе. И поэтому я не смогла вернуть книжки. В принципе, это и хорошо. Тут прям 365 сказок. Но они очень коротенькие, поэтому по две читаем. Такие легенькие сказки там даже есть. Стандартные, как, например, Красная шапочка там или еще что-то. В коротком таком пересказе. Не совсем классические сказки, я бы сказала. И часть из них я пропускаю. Потому что там какая-то ересь написана. Меня поражают вообще детские книжки современные. Что они там, как вот они могут все это такое писать? Непонятное. Я такого не помню в детстве. Таких сказок, например. Субтитры сделал DimaTorzok